Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите Династию Застройщиков, мы с вами продолжаем играть. И наш хозяюшка, наш Филберт, уже с самого утра настоящий и потрясающий мужчина, достигающий 4 уровня в навыке кулинарии, а потому что он тут с самого утра пораньше себе уже фигашит вкусняшечку на завтрак. Да, Собакин у нас тоже кушает, мы ему тут наполнили мисочку, и Нори у нас кушает как не в себя просто вообще. Да, не знаю, набирает что ли, в общем-то говоря, жирочек к зиме, чтобы не... Вот, сейчас наш парень должен покушать и после этого отправиться в школу, как я понимаю, да? Ну да, собственно говоря, хотя у него даже такого желания, вы видите, у него даже не появляется такого действия, это просто обалдеть. Он говорит со своим пёселем и, в общем-то, обсуждает с ним то, что действительно было бы круто с кем-то позавтракать, в общем-то, выпить чашечку кофе. Да, потому что, в общем-то, Филберт у нас сейчас, наверное, говорит, Нори, ты не считаешь, что нам с тобой слишком одиноко дома? Как ты вообще думаешь, дружище? Или нам с тобой нормальненько, а? Да, скажи, Нори, Нори думает у нас, ну, мне хорошо, мне хорошо с тобой, хозяин, ты просто самый лучший хозяин на свете. Ну, я бы не против был, конечно, если бы была какая-нибудь домохозяюшка. Да, ну хорошо, Нори, я учту твои пожелания. Сказал у нас Филберт, извиняюсь, я уже заговариваюсь немножечко. Очень много эмоций, очень давно я не играла в Династию, уже соскучилась просто. Страх, как по своему дорогому персонажу. Давай-ка ты уже дуй в школу, потому что директор будет не рад, если ты не пойдешь туда. А что такое? А что, собственно, а в чем дело? Подождите. Ребят, у нас же сегодня или... Ну да, у нас сегодня... А почему я его не могу отправить в школу? И я... У нас сегодня, кстати, да, ребят, у нас сегодня праздник урожая, но неужели из-за этого мы не можем... Да ну, бред. Не может такого быть. У нас сегодня официально стоит учебный день. Или, послушайте, или если у нас такой официальный... Если у нас такой мега эпичный праздник, то мы в школу не идем. Слушай, друг, а тебе, походу, а тебе повезло. Я не знаю, это настолько кстати, потому что у нас куча дел. Нам сегодня нужно заглянуть в гости к тете Дии, потому что, наверное, вы помните, что нас Элифия еще в прошлой серии попросила это сделать. Да, и наш Филя такой весь задумчивый из себя. И думает, интересно, что же это за девушка такая. Вообще, какими-то сплошными загадками мне сказали. Я вообще ничего не понял, если честно. Да, ну то беги, докушивай свою яичницу. Вот. И да, у нас сегодня праздник урожая. Это значит, что нам должны подогнать гномов. Я, правда, не знаю, где их в нашей хате искать, если честно. А, о, все, я нашла. Тусовка в спортзале. Смотрите. У нас тут гном-нудист, гном-пришелец и гномик. Такой вот морячок, да. И все смотрятся втроем в зеркало. Особенно гном-нудист, я думаю, особенно доволен собой, своим прекрасным телосложением. Слушайте, ну это прикол, конечно. Я надеюсь, что гномики у нас нормально будут себя вести. И нам нужно, кстати, украсить. Нам нужно праздничные гномы. Уважайте дружелюбных гномов. И благодарность. Круто. Я думаю, что в честь такого праздника, раз нам даже сегодня отменили наше занятие в школе, то мы сейчас с Филбертом, мы сейчас с Филбертом, я думаю, приготовим вкусняшечку. Да, и пойдем к тете Ди. Да ты ешь. Ты ешь. Чего ты кидаешь, дорогой мой? Я, конечно, понимаю, ты, наверное, слишком близко к сердцу принял мои слова в предыдущей серии по поводу того, что тебе нужно скинуть, да, и подкачаться. Слушай, друг, так мы же это с тобой сделаем запросто, ты не переживай. Знаете, я думаю, что мы действительно сейчас попробуем, во-первых, украсить дом. Вот тут у нас украшалочки. Так, я говорю украшалочки. Повесить украшения. Вот. Все. Боже, какая красота! Вы только посмотрите, ребят, как преобразился наш дом. Боже, как это клево! И на заборах, и везде такие крутые флажки. Офигеть! Офигеть, ребята, вы посмотрите. Боже мой, мне так это нравится. Слушайте, и наш домик на дереве, и все вот так вот украшено. Боже, это просто, это просто что-то великолепное. Конечно, дополнение времена года мне нравится очень-очень. Прям, посмотрите, какая красота! Какая красотенюшка! Нет, а по-моему, а по-моему, вышло даже более чем прилично. По крайней мере, как мне кажется. Слушайте, мне кажется, что наш Филберт справился просто на все 100%. И я думаю, я, по крайней мере, очень сильно надеюсь, что тетя Дия у нас заценит наш сюрприз. Наш сюрприз в виде индейки. Вот такой вот прекрасной индейки. Да, мне почему-то кажется, что это должно быть очень вкусно. А мы тут тем временем, кстати, должны с собакой играться, да? Да. Все, отлично. Мы сейчас уделим время немножечко нашему пёселю тоже, потому что он очень у нас любопильный парень. Да, и после этого, после этого, я думаю, мы еще можем спуститься к гномам или попозже с гномами разобраться. Я думаю, что мы вот так вот как раз с утра пораньше, да, отправимся в гости к нашей Дии, вот, и познакомимся заодно со всей ее семьей, с ее детками, с ее мужем Андрюши. Да, я думаю, что должно быть все круто и интересно. Ну что, ребята, мы с вами прибыли домой к нашей Дии, к нашей тетушке Дии, да, и как вы можете заметить, я решила дать Филберту зелье решение всех проблем настроения, потому что он у меня опять что-то хотел, начал хотеть спать, и я подумала, блинский, в общем-то, только начало дня. И что, мы будем сейчас целый день ходить как тухлые, вообще, как, я не знаю, как мусоровые, что ли? Нет, так не годится, у нас очень-очень много дел, поэтому я решила еще, еще одну взять дельюшку из наших закромов. Да, ну вот такая я, вот такая я люблю считырить с этим делом. У Дии тут, на самом деле, целый питомник и вообще целый детский сад. У нее тут, вот, как вы можете заметить, две котейки есть. Вот это Вита Грота, кстати, это ее кошечка, с которой как раз-таки мне и создали Дию. Эту кошечку сделала Ксю, но она, к сожалению, сейчас заболела, поэтому вы не можете увидеть, какая она красивая. Вот это Адмирал, это ее котенок, как я поняла, он почему-то пожилой, вот, и Вита тоже пожилая. В общем-то, как-то, не знаю, как-то странно. Вот тут у нас какая-то вообще Айка Веласка, вот это у нас тут очень интересная, очень странная волчица, откуда ни возьмись, появилась. Это нам еще предстоит узнать. Тут у нас сыночек нашей Дии, это Марка Грота, у нее еще есть доченька. Вот, обязательно с ними познакомимся, давай, пожалуйста, мы с Дией-то, давай, пожалуйста, с Дией поболтаем. Вот, поднимем ей настроение и, в общем-то, говоря, да. Мы взяли с собой нашу индюшечку, вот, да, мы же взяли с собой индюшечку, Филберт, я не вру сейчас. Нет, вот он, наш ужин с индейкой, но у нас будет званый обед такой. Да, и Филя у нас сейчас говорит, здравствуй, тетя Дия, а я не просто так к тебе пришел, я к тебе с вкусняшечками, потому что сегодня праздник урожая, я думаю, ты знаешь. Да, действительно, сегодня праздник, вот даже на работе сегодня это обсуждали. Слушай, я так рада, что ты пришел, мне безумно приятно, еще есть вкусняшечка, интересно, что ты там приготовил. Мне очень приятно, действительно, что вы являетесь другом нашей семьи, и что до сих пор вы посещаете меня, что вы заботитесь обо мне. Вы просто замечательная женщина, спасибо большое, что вы есть. Да не за что тебе, дорогой мой мальчик, ты что, мне же только в радость. Отлично, нам только с гномами нужно будет дома поговорить, но мы еще с этим разберемся. Да, у нас сейчас Филберт, наверное, спрашивает, тетя Дия, я хотела спросить у вас на самом деле кое-что. Вот, меня очень интересует, во-первых, что это у вас за такая интересная волчица, во-вторых, вы знаете, меня, на самом-то деле, меня вместе с вами поговорить попросила одна женщина, она очень сильный маг из мира магии, да, в общем-то говоря, она является основательницей школы магии, в которой я скоро буду совсем обучаться. Так-так, хорошо, и что же она тебе сказала? Ну-ка, уколися, откуда она меня знает? Ну, вы понимаете, дело в том, что это особое место, они находятся... Она и еще другие ее, скажем так, коллеги находятся в волшебном мире, и там они наблюдают за всеми нами и поддерживают, в общем-то, баланс во всей вселенной, чтобы все было хорошо. В общем, тетя Дия, это очень сложно объяснить, но поверьте мне, они очень важные люди, и, да, как бы, если они что-то советуют, то это лучше сделать. Хорошо, хорошо, конечно, я поняла тебя, ну, допустим, да, я, конечно, в этих всех делах магических ваших не сильно имею какое-то представление, но я понимаю, о чем ты говоришь, что ж, это очень любопытно, на самом-то деле, все, что ты мне сейчас рассказываешь, и что, о чем же они просили поговорить тебя со мной? Ты знаешь, кстати, я хотела сама с тобой поговорить, возможно, они подослали тебя именно по этому вопросу. Ты знаешь, я буквально вчера ночью, вот, когда пришла с работы, мне попалась, в общем-то говоря, на улице девушка, да, ты знаешь, я работаю, в общем-то говоря, детективом, и она пришла прямо в полицейский участок, вся такая несчастная, да, и вот эта волчица, кстати, ее зовут Айка, Айка, где ты? О, я здесь, ну, да, конечно, Айка у нас ничего сказать не может, но я думаю, если бы она могла говорить, то она бы сказала именно это, да, вот, познакомься, это Айка, и ты знаешь, она была вместе с этой волчицей, я сначала вообще не поняла, что происходит, и кто эта девушка, и откуда она, но я сразу же поняла, что она не лама, что она очень хорошая, и ты знаешь, дорогой мой, она была настолько несчастная, она была такая несчастная, я даже не знала, что мне с ней делать, она рассказала мне, что она прибыла точно так же, как и я в свое время по молодости из-за зеркального мира, и точно так же, как и я, у нее довольно-таки нелегкая судьба, ты знаешь, я очень захотела познакомить ее с тобой, потому что мне кажется, что ты сможешь ей в чем-то помочь, точно так же, как твой папа когда-то познакомил со своей тетушкой Эшли, и они вместе со своей семьей помогли мне, и знаешь, вот у меня прям такая ностальгия проперла, и я подумала, а почему бы не познакомить ее с тобой, возможно, ты тоже сможешь ей помочь, ты же все-таки сильный маг, ты вообще много чего знаешь, ну, вы просто сейчас упадете, вы просто сейчас упадете замертвой, тетя Дея, и я как раз именно об этом хотела с вами поговорить, и именно за этим меня отправили к вам, потому что мне рассказали, что в этот мир прибыла девушка, которой нужна моя помощь, ты серьезно? Так значит, я угадала, дорогой мой? Да, вы полностью угадали, и на самом-то деле ее уже ждут, ее ждут в мире магии, и там на самом-то деле есть люди, вот эти самые, которые, которые, как я сказал вам чуть ранее, следят за всем тем, чтобы у нас все было хорошо во всех мирах, они смогут ей помочь, потому что откуда-то они ее знают, слушай, это, конечно, просто, это невероятно любопытно, все, что ты мне говоришь, я думаю, хватит стоять на улице, пошли скорее домой, пошли скорее домой, я тебя с ней познакомлю, да, ты, пожалуйста, проходи, не стой, вот, познакомься с моим сыночком, вот это Марк, он у меня младшенький, да, правда, совсем одет не по погоде, надо его домой завезти, ну да, слушай, привет, малыш, а тебе не холодно в такой одежде? Нет, не холодно, здравствуйте, здравствуйте, дядя в зеленой шапочке с длинными волосами, ой, дядя, у вас такие же волосы длинные, как и у меня, это так интересно, давайте вместе с вами будем дружить, и вместе организуем банду длинноволосых пацанов, так, отлично, давай мы, пожалуйста, поднимем настроение малышу, боже мой, как я давно с малышами это дело не имела, вот, и расскажем ему забавную историю, вот, да, здравствуйте, ну что, организуем с вами банду, мне кажется, будет круто, конечно, круто, малыш, я даже не сомневаюсь, так, и кто это у нас тут? У нас тут сидит, ага, значит, это, я так понимаю, та самая девушка, вот, как раз-таки, вот, волчица к ней подошла, а это, кстати, Рокси Гротта, да, это старшенькая доченька Ди, вот, и вот такая вот у нас тут сидит девушка, вот такая вот у нас тут сидит интересная, очень барышня, как мне кажется, да, такая задумчивая, взгляд какой-то грустный-прегрустный, хотя и улыбается, вроде как она уже успокоилась, вроде как все хорошо, но мне кажется, что глаза ее голубые какие-то все-таки, какие-то все-таки грустноватые, да, обязательно с ней познакомимся, а пока что вас познакомлю с ней я, эту особу зовут Грейс Веласко, да, прошу любить и жаловать Грейс Веласко, вот, отлично, слушайте, так, давайте, слушайте, у вас тут даже, а нет, вот, есть стол, отлично, а ну-ка, накрывай-ка, ужин с индейкой, и сейчас будем всех звать кушать, ну что, пошли знакомиться, да, мы можем как-нибудь, вот, давай, жизнь радостно представится, отлично, давай поговорим с Грейс, здравствуйте, здравствуйте, Грейс, очень приятно познакомиться, меня зовут Филберт, и я являюсь другом семьи Грота, здравствуй, здравствуй, мне очень приятно, да, меня зовут Грейс, очень приятно познакомиться, и что мы узнали? Грейс у нас вечно дитя, дружелюбная недотрога, вот такой вот интересный набор, мне кажется, очень ей подходит, я на самом-то деле неспроста прибыл, в общем-то говоря, в гости к этой семье, конечно же, вы понимаете, наверное, что сегодня такой замечательный день, как праздник урожая, ну да, да, я слышала, в этом мире сегодня праздник урожая, правда, знаете, мне, к сожалению, сейчас не очень-то до праздников, вот, а вы сказали, что прибыли не просто так, сюда, что случилось? Может быть, я мешаю вам чем-то? Да нет, наоборот, дело в том, я не знаю, хотите верьте мне, хотите нет, но я прибыл как раз-таки к вам, чтобы познакомиться вместе с вами, Грейс, со мной, а зачем вам знакомиться со мной, простите? Ну да, я именно пришёл для того, чтобы познакомиться с вами, для того, чтобы сказать вам, что вам не о чем переживать, ей-богу, я не знаю, что у вас случилось, мне Дия, мне моя тётя Дия, конечно, немножечко рассказала о том, что у вас не очень сложилась приятная ситуация, но я вас уверяю, вы можете не бояться, в общем-то говоря, я вам помогу, вы мне поможете? Ну как? Вы же даже не знаете меня совсем? Это так странно, я даже не знаю, а вам что, кто-то рассказывал обо мне? Разве может быть такое, что в этом мире кто-то знает обо мне? Вы знаете, Грейс, я не знаю, конечно, как вам это всё объяснить и как вам всё это рассказать, но дело в том, что, я не знаю, подозреваете вы или нет, но наш мир не далеко не единственный, да, и, в общем-то говоря, есть множество других миров, но они точно такие же, как и наш, и в них тоже светит солнце, в них тоже всё чудесно, но в них живут другие люди, возможно, там действуют другие законы. Вы когда-нибудь задумались о том, что наш мир не единственный? О, ну да, мне кажется, я что-то слышала об этом ещё от своих покойных родителей, возможно, да, а у вас есть этому подтверждение? Самое что ни на есть, настоящая, дорогая Грейс, и знаете ли вы, что в определённом месте, которое называется мир магии, вы вообще, кстати, как относитесь к магии? Вы верите в магию? О, ну, я думаю, да, да, конечно, я верю в магию, потому что это так сложно объяснить, но мне всегда, мне на протяжении всей моей жизни казалось, что я сама обладаю какими-то магическими силами, я не знаю, откуда я это взяла, но я чувствовала, я всегда чувствовала, что я какая-то, не знаю, необычная, но я никогда не подозревала, что мне с этим делать, вы понимаете? Мои родители, они самые обычные люди, а я у них какая-то вот, вот какая-то такая. Это так странно, потому что, вы знаете, возможно, вам покажется это неправдоподобным, но пока я находилась рядом со своими родителями, происходило вдруг как будто что-то странное, что-то странное. Вы не бойтесь, вы можете рассказывать мне абсолютно всё, что угодно, потому что на самом-то деле, Грейс, я вас более чем пойму, я вас более чем пойму, потому что на самом-то деле я являюсь тоже причастным к магии. Правда? А каким образом именно вы причастны? Ну, дело в том, что я могу украшать этот мир и творить определённые вещи с помощью магии. Я светлый маг, мой отец светлый маг, моя мать алхимика, я обладаю магическими способностями. Вы серьёзно? Вы светлый маг? Боже, так значит, я была права, и магия существует! Это так здорово, это так необычно, я не знаю. Я всегда находилась в обществе самых обычных людей, и сейчас слышать, что все мои догадки оправдались, это так необычно. Филберт, вы знаете, мне кажется, нам с вами есть о чём поговорить. Вот именно за этим я и пришёл сюда. Так, отлично, давайте, может быть, мы пройдём, кстати, давайте мы пройдём, может быть, позовём к столу. Грейс у нас из не совсем, в общем-то, из не совсем обычной семьи, вернее, она из обычной семьи, её родители уже не стало, они погибли. Вот, и они были самыми обычными людьми, но Грейс чувствовала, всегда чувствовала, что с ней что-то не так, но она никак не могла понять, что именно не так, потому что, знаете, когда вокруг обычные люди, и ты начинаешь подозревать что-то неладное, кажется, что либо у тебя крыша едет, либо что, но, в общем-то говоря, не очень хочется делить этим с кем-то, потому что ты боишься непонимания, боишься, что как бы покрутит пальцем у виска. Да, а, кстати, тут такое классное действие было, наслаждаться компанией, очень интересно. Так, кушайте, дорогие мои, скажи, Филберт, это я готовила, надеюсь, что вам понравится. Ой, это довольно вкусно, спасибо большое, вы очень талантливый молодой человек, как я понимаю. Ну, вы мне просто льстите, наверное, конечно, но спасибо, спасибо, я старался, надеюсь, что вам всё нравится, что, в общем-то говоря, можно это есть. Да, вроде как ничего не подгорело. Всё. Итак, Грейс, расскажите мне, пожалуйста, почему вы считали себя всегда необычной девушкой. Как вы понимаете, вы можете рассказывать мне абсолютно всё, потому что я связан с магией более чем напрямую. Да, я понимаю, я понимаю, о чём вы говорите, Вы знаете, Филберт, дело в том, что я всю жизнь росла среди обычных людей, и я никогда не понимала, что со мной не так. Вообще, что-то неладное я начала заподозривать, когда поняла, что мои родители, они будто бы не стареют. То есть, я видела родителей своих одноклассников, своих одногруппников, друзей, да и вообще. И, ну, вы знаете, они старели, как и самые обычные люди. В общем-то, всё было стандартно. Что касалось моей семьи, то, вы знаете, как-то время шло, время шло, а мои родители будто бы оставались в том же возрасте. То есть, да, они менялись, но не так значительно. Это так странно, я не знаю. И, в общем-то говоря, мне казалось, будто они стареют намного медленнее, чем все остальные. Это, вы знаете, это очень любопытно. Я понимаю, о чём вы говорите, потому что мой отец, он обладал определённой способностью, и он мог затормаживать время. Как вы сказали, затормаживать время? Вы что, серьёзно, такое бывает? Мой отец, он умел затормаживать время, поскольку он был сыном очень великого мага, и он был сыном одного из тех людей, которые занимаются поддержанием равновесия во всех мирах, как я вам уже говорил. Я даже не представляю, как сейчас у вас в голове вся эта информация уместится. Я и сама не знаю, как это всё у меня умещается. Знаете, это действительно очень тяжело. Я только перебралась сюда, и, вы знаете, не всё в моей жизни было безоблачно, к сожалению. Совсем недавно погибли мои родители. Да, у нас дома случился пожар, и, в общем-то говоря, я не знала. Я была в университете. Мне сообщили уже, когда всё случилось. Это, знаете, я очень тяжело переживаю до сих пор. Про эту утрату. И, знаете, я даже никогда не говорила близко с тех пор, как это случилось. Это было совсем недавно, около полугода назад, а я до сих пор не могу пережить это. Филберт у нас сейчас скажет, вы знаете, я... На самом деле, мне очень жаль. Я прекрасно вас понимаю, потому что чуть больше года назад я остался совершенно один в своей семье. Вы, наверное, видите, что я молод, но тем не менее... Тем не менее, на то есть причина. К сожалению, я тоже потерял свою семью. У меня умерли родители. Умерли они в счастье от старости. Но моя сестра, к сожалению, она... Она была увлечена наукой, она была увлечена одним учёным, его проектами, и вместе с этим учёным однажды они просто погибли. Нам с мамой позвонили из лаборатории и сообщили о том, что они были отравлены газами ядовитыми. И так не стало моей сестры, а потом и мамы, и я осталась совершенно один. Боже, мне правда так жаль. Это просто ужасно, Филберт. Мне действительно очень жаль. Это на самом деле, вы понимаете, это так... Это так замечательно, что я попала сюда, и что вам сообщили, что я нахожусь здесь. Правда, это, конечно, немножечко диковато звучит. Я не знаю, честное слово, я не знаю, как я до сих пор не сошла с ума, и вообще, как я сейчас воспринимаю всё, что вы мне говорите, но это так прекрасно, что вы понимаете меня, Филберт, и это так здорово, что я могу поговорить с вами действительно, что я могу всё вам рассказать. Да, конечно, конечно, вы можете даже не переживать, вы можете взвалить на меня любой плюс, я выслушаю, я всё пойму, потому что в своё время мне тоже нужно было очень сильно высказаться, и в этом случае мне помогли мои друзья, а вы, я так понимаю, остались совсем одна, и вы прибыли из другого мира. Да, именно, вы очень хорошо понимаете всё, о чём я вам говорю, это так здорово, на самом-то деле. Я очень рада, что вы заглянули сюда, и что вам сообщили про меня, но как же вы можете мне помочь? И вы сказали, что меня кто-то ждёт, что мне кто-то сможет помочь в этом, как вы сказали, мире магии. Ну да, действительно, действительно, я познакомлю вас с этой женщиной, она замечательный человек, и она сказала, что она сможет ответить на любые ваши вопросы. Вы знаете, то, что вы всё мне рассказываете, это очень сильно похоже на те способности, которые были у моего отца. Я сейчас имею в виду хранение времени, и мне кажется, что вы как-то связаны именно с этим. Да, Дия сейчас, наверное, у нас пришла, она, как вы можете заметить, она специально не приходила, не мешала, давала этим двоим поговорить, потому что Дия у нас не совсем в курсе всех этих магических там, всех этих, в общем-то, премудростей, поэтому она сейчас приходит. Ну что, ребята, как у вас дела? Всё ли хорошо? Ну-ка попробую я твои индейки. О, слушай, Филберт, а ты неплохо, ты хорошо приготовил. Слушай, ты молодец. Хорошо твоя женя будет, не спорю, не спорю. Филберт у нас говорит, мне безумно приятно, да, на самом деле, я думаю, что мы с Грейс поладили, тетушка Дия, вы были правы, это чудесная, просто чудесная девушка. Ой, спасибо вам большое, мне очень приятно, на самом-то деле, что вы мне так называетесь. Кстати, да, познакомьтесь, это мой спутник по жизни, это Айка, белая волчица, я нашла её, я нашла её, когда гуляла однажды по лесу, и вы знаете, она повязалась за мной, и с тех пор я с этим солнышком не расставалась ни на день. Она очень добрая, очень любит, вообще, и собак, и кошек, и детей, она просто замечательная, волчица, я никогда не встречала никого добрее. О, вы знаете, вы знаете, я, конечно, с удовольствием познакомлюсь, я знаю, что такое дружелюбное животное, потому что у меня дома живёт пёс, и он тоже безумно, безумно дружелюбный, очень всех любит. Правда? Это, это так здорово. Здравствуйте, Филберт, это Ник, хотите сегодня встретиться? Блинский Ник, я бы очень хотела с тобой встретиться, пупс. Ночной клуб Нарвал Армс. Слушай, ну, я запомнила, я запомнила, с нами о чём-то Ник хочет поговорить. Да, я думаю, мы обязательно с ним это сделаем, вот, но не сейчас, прости, пожалуйста. Сейчас у нас тут тоже очень серьёзный разговор. Да, ну что, давай, пожалуйста, поприветствуй дружеский Айку, вот, скажи, ну что, привет, малышка, привет, красавица, такая ты необычная, очень приятно с тобой познакомиться, любопытная, дружелюбная охота. Вот такая вот у нас Айка. О, а тут и муженёк пришёл, пришёл Андрюша Грота, вот он, вот он, красавчик, посмотрите, какой офигенный сим. Я не знаю, Ксю, конечно, говорила, что она не очень любит МПС, но просто посмотрите, по-моему, он офигенен. И я в нём вообще ничего не меняла, я его только приодела, добавила реснички, и всё, и прическу поменяла. Он просто офигенен, мне кажется, и игра реально создала очень красивого мужика, которого себе Дия просто с огромной радостью сразу же отхватила. На самом деле, Филберт, вы просто не представляете, как я счастлива, что судьба свела меня с вами, и что у нас с вами такая похожая ситуация, и вообще, боже мой, и я так счастлива, что повстречала вашу тётушку Дию, что она познакомила меня с таким молодым человеком, как вы. Это просто чудо какое-то поистине. Да, вообще без проблем. А тут у нас романтик, а тут у нас романтик Дия, говорит, смотри-ка, Андрюша, мне кажется, мне кажется, это действительно судьба, что я вчера повстречала эту девушку, а ты говорил, не надо, не надо, ну, да ладно тебе, Дия, тихо, давай, давай пока, давай тихонько, чтобы они не услышали, ну, я же не знала, знаешь, мало ли кто может там из каких-то зеркальных миров прийти, ты же у меня добрая душа, любого готова приютить. Да, Айфелберт у нас говорит, на самом-то деле, вообще без проблем, я тоже очень рада, что с вами познакомиться, да, и та женщина, которая говорила про вас, её, кстати, зовут Лифи, она была провала, замечательная девушка, правда, да, спасибо большое, мне очень приятно, спасибо вам за заботу, вообще всем огромное спасибо, вы такие замечательные люди, да, вообще без проблем, кстати, да, я хотела спросить у вас, как, как насчёт, как насчёт жилья, тёть Иди, вообще, что вы мне скажете, ой, знаешь, милый мой, вот тут, вот тут на самом деле, я не знаю, что тебе сказать, потому что, я, конечно, всё понимаю, я бы с удовольствием приютила нашу Грейс, я бы с удовольствием приютила Грейс, чтобы она была у нас, но ты понимаешь, понимаешь, дорогой мой, дело в том, что у меня двое детей, и нужно, нужно о них обязательно заботиться, вот, а ещё у нас очень много кошек, вот, я не знаю, конечно, получается, очень дружелюбная по отношению к ним, но как будет, но как мои кошки будут относиться к ней, вот это уже большой вопрос, потому что они у меня довольно-таки независимые, с характером, ну, слушайте, я понимаю, о чём вы говорите, тётя Дия, спасибо огромное за то, что познакомили меня с Грейс, я думаю, что, в принципе, я знаю, как ей помочь, и да, я думаю, что, конечно же, мы её не оставим одну в беде, на улице, кстати, Филберт, точно, ты сейчас совсем один дома, дом у тебя очень большой, а сейчас ты живёшь там совсем один, у тебя ни дворецких, вообще никого, Грейс, как насчёт того, чтобы перебраться домой к Филберту, как-то я считаю, что не против, Грейс тут говорит, я даже не знаю, это как-то, мне кажется, это совсем неловко, да вы не переживайте, у меня дома чисто, аккуратно, я стараюсь поддерживать его в порядке, да вы что, я даже не думала за это переживать, мне даже в голову не могли прийти такие мысли, что у вас что-то не в порядке с домом, просто, вы понимаете, это же, мне кажется, что с моей стороны это было бы совсем как-то не очень даже вежливо вот так вот сразу напрашиваться, мы ведь с вами только познакомились, и я даже не знаю, как-то, это же всё-таки ваш дом, и тут я совсем чужой для вас человек, мне кажется, что это не очень правильно, хотя мне безумно приятно, то, что вы предлагаете мне такую помощь, да, да, я думаю, что Филберт у нас, он такой, знаете, очень довольно-таки уверенный в себе молодой человек, вот, опять-таки, он очень спокоен, он очень рассудителен, и он очень-очень добрый, вот он прям супер-добрая душа, он весь пошёл в отца, в Джерома, а Джером, это просто было, Джером, это сим-душа на распашку, вот, и наш Филберт на самом-то деле он абсолютно такой же, он его маленькая копия на самом-то деле, да, я думаю, что Филберт сейчас просто спокойным голосом скажет, Грейс, я, как бы, знаете, вы можете даже за это не переживать, ни за деньги, ни за что, моя семья является мэрами города небольшого городка Ньюкрест, мы отстраиваем его за свои деньги, и я обещаю, я обещаю вам, что я обязательно вам помогу с жильём, а пока что я настаиваю, я всё-таки очень сильно настаиваю, чтобы вы действительно приехали ко мне, и пока что первое время пожили у меня, но мой отец был знаменитым писателем, и тёть Дия действительно его знала с самого, с самой его молодости, и вы можете не переживать, если захотите узнать что-то обо мне, спросите у тёти Диана, вам всё как есть на духу расскажет, да вы что, я даже не сомневалась в том, что вы прекрасный молодой человек, и судя по всему, вы очень-очень добрый, но мне правда, мне правда очень сильно неловко, мне кажется, что это с моей стороны будет просто некрасиво, а я считаю, знаете, вот знаете, милая Грейс, кстати, я предлагаю, для того, чтобы как-то укоротить дистанцию между нами, я предлагаю перейти на ТЫ, если, конечно, вы не против, конечно, да, пожалуйста, давай, давай на ТЫ, я только за, я не против, ну так вот, милая Грейс, у нас в моей семье всегда было заведено, что людям нужно помогать, и знаешь, это, это как добрая традиция, которая уже давным-давно, много лет назад устоялась в нашей семье, в нашем, в нашем, так сказать, семейном уставе, это прекрасная традиция, я так понимаю, что, я опять на вы, извиняюсь, я так понимаю, что ТО твои родители были просто замечательными людьми, но мне правда, это так неловко, да, давайте, кстати, мы Грейс вручим подарок, семиллионы, а давайте действительно вручим Грейс в подарок семиллионы, вот, и скажем ей, действительно, Грейс, ты, пожалуйста, не переживай, честное слово, я, дело в том, что на моих плечах сейчас висит отстройка нового здания для нашего города за деньги нашей семьи, тетя Диа у нас говорит, да, 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 мне, кстати, очень любопытно, что же ты построишь, да, я еще сам не знаю, хотя, знаете, тетя Диа, я уже, наверное, подозреваю, что я построю за свою жизнь, по крайней мере, буду очень сильно стараться это сделать, да, кстати, Грейс, ты можешь, пожалуйста, не переживать, вообще, да, не переживать ни за финансовое мнение ни за что, я обещаю, поскольку ты осталась совсем одна, я обещаю тебе помочь, и да, знаете, это сейчас такой, как бы, подарок, не то, что даже вот, ну, конечно, в Sims это все так в подарочных упаковках, там, симолеоны, да, на самом деле, сейчас с таким жестом Филберт хочет сказать, что он действительно хочет помочь этой девушке, хочет о ней позаботиться, что он готов о ней позаботиться, вот, и поэтому он сейчас говорит, что, пожалуйста, не думай, я обещаю тебе, что я помогу, что я, я найду для тебя самое лучшее место, где ты сможешь жить, где у тебя все будет хорошо, и ты начнешь свою жизнь заново, ой, это очень-очень приятно, спасибо большое, спасибо большое тебе, Филберт, я, я даже не знаю, как тебе благодарить, это так, это так неожиданно, это все очень, это все, это такой широкий жест для меня, ты, ты просто замечательный молодой человек, твои родители так прекрасно воспитали тебя, это, это невероятно, спасибо большое, мне действительно приятно, если бы они слышали твои слова, то, им бы очень сильно обоим захотелось тебя обнять, да, я уверен, что мои родители поступили бы точно так же на моем месте, потому что, знаешь, я всегда, я с детства привык поступать как мой отец, мы были очень близки, поэтому, да, боже, это так здорово, Филберт, а скажи, пожалуйста, когда же, когда же я смогу отправиться к той женщине, как ты говорил, или фея ее зовут, да, ну что же, я думаю, что мы сможем, в принципе, с тобой это сделать в самое ближайшее время, когда ты сама будешь готова, да, так что, давай, собирай вещи, давай, все-таки, давай переселишься ко мне, и после этого, как уже, будешь чувствовать себя хорошо, спокойно, я думаю, что, в принципе, мы с тобой сможем отправиться уже и в мир магии, я познакомлю тебя с Элифией, и уже с ней ты сможешь узнать что-то больше о себе, так, отлично, да, ребят, я думаю, что наш Филберт, как, в общем-то, как настоящий мужчина, как настоящий джентльмен, вот, Диа одобряет, говорит, правильно, правильно, дорогая моя, не бойся, Филберт прекрасный молодой человек, он прекрасно воспитан, в чем он воспитывался в просто чудесной семье, я знала его семью на протяжении всей своей жизни, это замечательные люди, и тебе абсолютно нечего бояться, да, к тому же, посмотри, он еще совсем зеленый, приставать точно не будет, да, тебе, спасибо большое, конечно, спасибо, так что, да, ребят, у нас сегодня вот такое вот неожиданное пополнение, я не знаю, ожидали ли вы такой развязки или нет, но сегодня у нас вот такая серия, я действительно очень счастлива, что у нас, вот, на нее прям выпал праздник урожая, и что нам отменили школку, и что мы смогли вот заглянуть где, и так чудесно все решить, так чудесно поговорить, вот, и посмотрите на Грейс, по-моему, по-моему, она действительно счастлива, по-моему, она просто вообще в прекрасном настроении, очень милая, очень добрая девушка, ну, вот прям, мне кажется, на ней вот прям написано, что она такой аленький цветочек, ну, что, ребята, наша семья пополнилась, как вы можете заметить, теперь она состоит из четырех членов, это Грейс, теперь, да, к нам присоединилась вот эта вот молодая, симпатичная девушка по имени Грейс, да, и теперь у нас аж две собаки, вернее, один пес и одна волчица, это Айка Веласко, да, и наш Филберт сейчас, наверное, попрощается с тетей Дей, кстати, да, учитывая то, что, я так понимаю, подростки не могут к себе приглашать, в общем-то, переезжать персонажей, поэтому мне пришлось это сделать через режим городка, вот, и, к сожалению, тут скинулись вообще все традиции, так что, да, судя по всему, это нам чревато грустным будет летом в 12 часов, ну ладно, посмотрим, может быть, опять их нащелкаем, тетушка Дея сейчас говорит нашему Филберту, ты знаешь, мне кажется, ты поступил просто очень правильно, и я уверена, что теперь она перестанет грустить, боже мой, Филберт, ты бы ее видел, это просто нечто, она бедная, несчастная, так плакала, я не знала, как ее утешить, да, без проблем, тетушка Дея, Андрюша, Андрюша решила похвастаться своим прекрасным текстурированным свитером, да, ты знаешь, тетушка Дея, я беру пример с тебя, с твоей, в общем-то, говорят, доброты к людям, с того, как ты заботишься о них, и поэтому, да, учусь у лучших, как говорится, поэтому спасибо большое еще раз, что познакомила меня с этой девушкой, что вообще, за то, что ты приютила ее у себя, это просто, это просто потрясающе, это настоящая судьба, ты видишь, мы с тобой за один вечер смогли помочь бедным, несчастным человеком, ты знаешь, ты действительно прав, это очень здорово, Филберт, я просто счастлива, что я познакомилась с твоей семьей в свое время, это просто прекрасно, спасибо огромное, тетя Дея, вообще просто, по-моему, это был замечательный день благодарения, праздник урожая, да, вам так не кажется, ты знаешь, я с тобой полностью согласна, это действительно был потрясающий день, ты заходи к нам, если что, не отмораживайся, сладненько, я всегда буду очень рада тебя видеть, да, вообще без проблем, конечно, спасибо большое за то, что приняли в гости, все было просто прекрасно, очень счастлив был у вас побывать, все, ребята, мы с вами отправляемся домой, у нас там ждут наши новые члены семьи, боже мой, я в это поверить не могу, просто, что у нас состоит семья не из одного только Филберта, это так необычно, ну, ну, что за милота тут происходит, ну, просто посмотрите на это, что за милота тут у нас происходит, айка, скажи, ты не знаешь, тут Грейс уже переоделась в свой такой зимний нарядик, уже с радостью, с распростертыми объятиями, встречает своего спасителя, да, встречает нашего Филберта, и говорит, слушай, мне так приятно, дай я, пожалуйста, можно тебе, пожалуйста, обнять, ты такой замечательный парень, вообще, я, я даже подумать не могла, что смогу встретить кого-то вот такого, как ты, да, огромное еще раз тебе спасибо, у тебя просто потрясающий дом, да, вообще, без проблем, я к твоим услугам, всегда можешь на меня рассчитывать, я с удовольствием тебе помогу, и с удовольствием познакомлю тебя с Элифией, и буду очень надеяться, что она сможет тебе помочь, спасибо, еще раз большое тебе спасибо, я, я думаю, что все должно быть замечательно, что мы сможем разобраться, и я наконец-таки узнаю, кто я такая, а, Айка уже, смотрите, не растерялась, да, уже заняла миску нашего Нори, у меня что-то, меня кто-то заметил, надо быстрее есть, надо быстрее есть, пока еда, о, боже, как вкусно, боже, это прекрасно, давайте мы познакомим Нори, с Айкой, вот, я думаю, что он просто в шоке, от таких перемен, так, Грейс, а ты, а ты, солнышко мое, так, у тебя, кстати, все по потребностям, довольно-таки хорошо, давай, иди знакомься с домом, и давай знакомство, мы начнем с туалета, давай, ты ничего еще не знаешь, да, ну, давай просто тогда сходим, вот, и попробуем откопать гномов, где же наши гномы, они были в спортзале, я это точно помню, я точно помню, сейчас они не здесь, а, во, нашла, нашла, одного точно нашла, ну-ка, ну-ка, давай попробуем успокоить гнома, и дадим ему, давай дадим ему пирог, как вариант, я не знаю вообще, с этими гномами системы, у меня впервые в жизни в игре, я, в собственной своей игре, я первый раз отмечаю праздник урожая, ну-ка, солнышко, просыпайся, у меня для тебя хорошие новости, да, о, хозяин, хозяин, ты пришел, я по тебе так соскучилась, у тебя целый день не было, давай, пожалуйста, мы обнимем Нори, вот, давай, давай погладим его, и можно как-то познакомить его с питомцем, волшебство, сделать питомца волшебным, о, круто, так, о, поощрить питомца, по кличке Нори на спаривание с, вести себя дружелюбно с, давай, пожалуйста, вести себя дружелюбно с, вот, Айка Веласко, да, на самом-то деле, я хочу, чтобы у Нори с Айкой были еще ручки, да, дорогие друзья, я бы очень сильно хотела это сделать, на самом деле, вот, и мне очень интересно, какие мужчиночки у них могли получиться, на самом-то деле, я уже очень давно хотела Нори щенков, но я не знала, в упор вообще не знала, с кем его свести, а тут у нас появилась такая волчица, как бы, да, и посмотрите, первое знакомство, первое знакомство, такая, знаете, леди и бродяга, мне это очень сильно напоминает, что-то вот такое, ну-ка, давайте поближе на них наедем, боже мой, слушайте, это прям, это прям как-то миленько, очень выглядит, я надеюсь, что вы подружитесь, ребятки, ой, привет, привет, красотка, ты такая красивая, такая беленькая, такая пушистенькая, и такие узоры у тебя интересные, а, ну да, ты тоже ничего, ничего, да, дай-ка я тебе темну, ой, ой, хозяин, хозяин, она потрясающая, она просто потрясающая, да, побежал рассказывать Филберту о том, какая потрясающая Айка, и как сильно она ему понравилась, слушайте, ну это круто, это очень круто, смотрите, он аж прям стал весь зелененький, так, солнышко мое, а у тебя как дела, а ты идешь только к гному, да, ты только идешь к гному, ну давай, я посмотрю, что у тебя получится из этого, скажи, ну держи, о, смотрите, у Грейс получилось, у Грейс получилось задобрить гнома, слушай, ты молодец, ты молодец, шаришь вообще, прекрасная симечка, очень добрая, очень отзывчивая, просто потрясно, в общем-то да, это у нас как подростковая такая комната, вот, но я думаю, что, я думаю, что как раз она может отлично подойти, как гостевая, вот, поэтому давай, Грейс, иди сюда, Филберт у нас сказал, что, в общем-то, ты можешь обосноваться на втором этаже, с легкостью, без проблем, так, что это учиться набивать мяч, не надо учиться набивать мяч, давай, пожалуйста, узнаем получше Нори, вот, и, 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 давай попросим сходить в туалет, вот, кстати, с Айкой, я думаю, нужно будет сделать то же самое, Айка, Айка, ты как? Айка, у тебя все хорошо? Айка завалилась у меня спать в ванной, ага, устала бедняшечка, очень много событий произошло, наверное, поэтому она так вымоталась, так, отлично, Грейс у нас идет на второй этаж, смотреть, где ее комнатка, да, я думаю, что, в принципе, в принципе, здесь более чем хорошо и уютно, все условия, кровать, ноутбук, за которым можно работать, гитарка, книжный шкаф, то есть, вообще, абсолютно без проблем, я надеюсь, что ей понравится, да, Грейс у нас сидит и думает, боже мой, как, это просто, это просто невозможно, как может измениться жизнь за один лишь день, буквально вчера, я не знала, никуда я пришла, ни что мне делать дальше, а сегодня я встретила Филберта, и он такой добрый, это просто, это что-то невероятное, я даже не думала, что такое вообще может быть, да, 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 мои лойды такие, ну, по крайней мере, пока что они точно такие, злюк у меня нету, так, а ты где, а ты где, солнышко, ну, знаешь что, давай-ка мы с тобой поухаживаем за пчелками, они тут в ярости, давай мы насыпем средства против клещей, чтобы у меня было плохо, вот такая вот у нас вышла серия сегодня с вами, ребята, я надеюсь, что она вам понравилась, спасибо всем огромное за просмотр, продолжать мы уже будем в следующей серии, а пока что, всем до новых встреч, и всем пока!